Игос Климас менеджер Василий Ломаченко пока не подтвердил, что его подопечный точно подерется в следующем поединке против Джорджа Комбососа. Ранее промоутер Ломы Бо Пауэром сообщил, что в начале следующего года Украина сможет подраться с Комбососом в Австралии за один из чемпионских поясов, но Климас утверждает, что рано говорить о титульнике для Ломаченко, так как Хэйни пока официально лишили только пояса WBC. В данный момент титул недоступен, Ломаченко должен подраться в феврале, анонс должен состояться в ближайшие несколько дней. Всем привет друзья, вы на канале Воин и тут только самые свежие новости из мира бокса. На канале выпуски выходит каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нгану войдет в рейтинг WBC в супертяжелом весе. В настоящее время в Ташкенте проводит конгресс WBC. 15 ноября состоится сессия по рейтингам и обязательным претендентам. На этом заседании утвердят, что Нгану будет номером 10 в новом рейтинге WBC в супертяжелом весе. Фрэнсис провел лишь один поединок в профессиональном боксе. Проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением судей. Сауль Альварес признан лучшим боксером года по версии WBC. Об этом сообщается на официальном сайте WBC. В мае 2023 года Канело одержал победу над Джоном Райдером, а в сентябре победил Джерми Лачарло. Также награды от главы WBC Маурисия Сулеймана получили Константин Зю и Вандер Холифилд и Александр Усик. Тимоти Брэдли заявил, что не понял решение IBF лишить Терренса Крофорда титула в полусреднем весе. У меня есть вопрос к IBF. Если бы у нас был Джерми Лачарло, который сидел без дела почти полтора года и не защищал чемпионский титул, то это было бы нормально. А так я этого не понимаю. Почему это нормально для одних и ненормально для других? У нас есть Канело. Он не защищал титул. У него не было обязательных защит. Он встречался с Джоном Райдером и Джерми Лачарло, о котором я как раз говорю. Обратите внимание вот на что. У нас был Эрол Спенс, который не дрался полтора года. Он удерживал три титула, включая пояс IBF. И у него их не забрали. Но Терренс был чемпионом не больше шести месяцев. Вы шутите надо мной? Поединок между Александром Усиками и Тайсоном Фьюри пройдет 17 февраля, сообщает Boxing News. Боксеры уже подписали контракт. Бой пройдет в Эрол Рейде. Официальное объявление поединка ожидается на этой неделе. Ивандер Холифилд и Костя Цзю поделились своими мнениями относительно поединка между Усиком и Фьюри. Если Фьюри подготовится, то этот бой не будет легким для Усика. Александр великолепен. Я люблю его. Усик проделал отличную работу в последних поединках. Боксеры против больших парней. Он не пропускает, а это важно. Если Фьюри подготовится так же, как к своему последнему бою, то проиграет. Ему необходимо это усвоить. Возможно, поединок к Сенгану стал для него хорошим уроком. Бой был очень близким. Он мог сложиться в любую сторону. Вероятно, Тайсон потерял уважение к боксу. Он думал, что сможет легко победить. Никогда не серьезно не относитесь к бою. Пожалуй, Фьюри не тренировался так, как должен был. Он считал, что ему будет легко. Но нет. Это хороший урок. Я уверен, что Фьюри усвоит его. Если он это сделает, то это пойдет ему на пользу. Это должен быть отличный бой, в котором скорость рук сыграет решающее значение. Кто сможет выдержать больше ударов, тот и победит. У Усика много достоинств, и он левша. Фьюри провел много хороших поединков, но стили определяют бои. Когда боец дерется с большим парнем, который превосходит его в скорости и может ударить, то у него хорошие шансы на победу. Но если он пропустит удар, то в этот момент все может закончиться. Успех приходит тогда, когда боец не сдается. Я искренне верю, что у Усика такой настрой. А на этом у меня все, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok